Девушки отдыхают Это демка, которая была подготовлена для Рубра Никона 2015, и это второй вариант этой демки, немножко доработанный. Так, я все правильно говорю? Да, мы последние две недели так постарались, чтобы чуть-чуть достигнуть тех задач, которые были поставлены перед РБК. То есть, как бы глюки там поправили, в общем, все такое, да, теоретически? Ну, глюки превратились в фичи. Ага, понятно. Так, значит, вы можете задавать, собственно, вопросы по игре в чате, я их буду Достониксу цитировать, и он вам будет отвечать, если вам интересно что-то по самой игре, потому что, как бы, проект достаточно пока не заезженный еще, и, возможно, вопросы будут. Сразу говорю, что это, в отличие от Legends of Equestor, у нас синглплеерная, то есть в одно лицо игра, потому что, когда я почему-то повесила анонс на канале, многие писали, уууу, Тома, можно будет с тобой поиграть? Они просто привыкли к Legends of Equestor, что можно вместе побегать, да? Тут нет, тут чисто игра на одного человека, обычная компьютерная для ПК, вот, и давайте тогда понемножку поиграем, и, я думаю, вопросы будут по ходу стриму возникать. Пишите тогда в чате, будем постараться на них ответить. Так, нажимаем кнопочку «Играть». И смотрим на экран загрузки. И у нас сейчас диалог меткоискательниц, как вы понимаете. Хотя мы сейчас послушаем сначала, что они хотят, чтобы вникнуть в суть сюжета. Это такая была шутка. Значит, у нас имеется три жеребенка, у которых вечны какие-то проблемы. Я так понимаю, у Свити пропал голос, потому что она зачем-то кричала вдогонку поезду, у Скуталу какая-то травма, да? А у Apple Bloom теперь нет пирогов. Я правильно понимаю, да? Я не это самое, ничего не путаю. Значит, мы играем за персонажа мальчика в данном случае, но потом у нас можно будет настраивать там мальчик, девочка, и играть за того, кто нам больше нравится. А цветовая гамма у него действительно немножко поменялась, да? Он был вроде более голубенький. У нас был дефолтный вообще из пони-креатора. Сейчас мы его немного... Чуть-чуть поменяли гамму. Индивидуализировали. Ну да. Так, ну давайте попробуем с ними поговорить. Извините, но я сейчас не в настроении. Так, может я чем-то могу помочь? Да, пожалуйста. Принесите 10 пирогов, спойте на ярмарке и выполните несколько смертельных трюков. Очень жаль. Я тоже не могу их выполнять. Я вывихнула крыло, и если я срочно не найду доктора, то не видать мне метки еще очень долго. Так, и да, мы соглашаемся поискать и врача, я так понимаю. Тут без вариантов. Окей, так, с этой разобрались. Так, с Витти, что ты нам скажешь? Извините, я бы поговорила с вами, но я сорвала голос. Это ужасно, все пропало. Она должна была петь на ярмарке, да? Есть ли способ вернуть тебе голос? Когда я болела, я пила теплое молоко с медом, но на это уходило несколько дней. Тут нужно чудо. Ты же единорог, ты можешь вылечить себя сама. Так, наверняка тут есть доктор, который сможет помочь. Будем играть за доброго поня. Мы можем разгуривать по городу в поисках. Мы прячемся от Эппл-ча. Нужно будет пару раз пройти эту игру. Там разные концовки, да, у вас? Во время стрима. Нет, варианты ответов все другие. А вы все озвучивали, да? И правильно, и неправильно? Все, все озвучивали. Так, ей тоже, короче, нужен доктор некий. Окей. Так, и что? А почему Эппл-блум без банта, кстати? Где бант? Куда дели бант? В общем, Аданец вместе с пирогами уехал. Ааа. Если тебе не мешает пирогов, то не мешай. Так, почему бы тебе не испечь новый? Угу. Так, пирогов нет, но, может, я смогу чем-то помочь. Ну, в общем-то, мы могли бы напечь еще пирогов. Нужна плита и ингредиенты. А у нас ничего нет. Неужели на ярмарке нельзя найти, где приготовить пироги? Мы хотим показываться на ярмарке раньше времени, чтобы не попасться на глаза сестре. Она будет очень сильно ругаться, если узнает, что мы приехали сюда без спроса. Ну, мы соглашаемся помочь. Я думаю, морализатор, что вы делаете, и отправлять к сестре не вариант. Они у нас, типа, тут не когнита. У меня тут. Окей. Так, значит, нам надо найти врача для двух кобылок и найти, где испечь или просто пироги, или где испечь для Apple Bloom. Так, управление у нас просто шаг с контролом. Бег или с шифтом? С чем-то с шифтом. С шифтом. Изначально я сейчас сразу скажу, что я почему-то опять забыл это добавить в предысторию, поэтому я сейчас ее озвучу. На самом деле, главный герой приехал на ярмарку и привез пирожки, так называемые фарлсы, которые бабушка передала. И вначале я опять-таки забыл ввести этот текст сюда. У тебя в багаже по кнопочке «Е» это открывается. У нас этот тарь открывается по кнопочке «Е». У нас, видишь, целая куча пирожков, фарсов. Их нужно отнести на продажу. А-а-а. Одному пони, который продает пироги, его тоже нужно найти и отдать ему их. Он за это даст денежек. Понятно. Так, а ей нужны другие какие-то пироги, да? Я так понимаю. Ну, в смысле, наши пироги мы ей отдать не вариант. Не, это фарс. Ага, все, поняла. В общем, это другая выпечка. Так, ну раз мы сюда, в эту сторону пошли, кстати, тут вот яблоки собираются снизу. Раз-раз. Уровень графики на максимум поставлен. Ну, вроде да. Так, давайте поговорим с этим. Сейчас в чат посмотрю, что тут пишут. Так, тут вопрос у Тома пошли. Ладно, сейчас. Давайте сначала поговорим с понем. Понь. Добрый день. Добрый день. О, как раз доктор. Как хорошо, что я вас встретил. Вы же доктор, мне очень нужна ваша помощь. Я собирался пойти на ярмарку и прикупить кое-какие книги. Одной маленькой, но очень смелой пегаске нужна помощь. Она вывихнула крыло, а ей выступать сегодня на ярмарке. Знаете, я могу пойти и купить вам нужные книги, а вы тем временем посмотрите мою знакомую. Ну, тогда это замечательно. Вот список книг. Я буду очень счастлив, если вы найдете все. Конечно, я найду книги и скажу своей знакомой, что вы сможете ее посмотреть. Это мне напоминает РБК, когда мне ребята сказали, ну, ты же привезешь нам книжек. Так, книжки на ярмарке, да? Ну, пойдемте тогда сразу на ярмарку. Так, пока я иду отвечу на... Ну, что-то как-то... Мне кажется, в прошлой демке он как-то быстрее бегал, нет? Который был первый вариант. А мы потому что сейчас добавили навык ловкости. Мы его просто сейчас... В последний момент мы его не отрегулировали. На чай, в полной версии, там будет, естественно, и анимация другая. И, конечно, стартовая скорость у него будет побыстрее. Ты такой, эээ, я бегу, я бегу. Так, вот этот с пирогами, да, по-моему? Добро пожаловать в лавку крафти и брида. Желайте булочку с повидлом или с капустой. Я от бабушки. Она передала фарфы. А, ты от Адрис Куби. Оставляй свои пироги, вот тебе 30 бицц. Немножко ликбеза. Фарлсы — это национальное ирландское блюдо. Вау, ну вообще. Сейчас мы такие умными тут будем после стрима. Так, надо нам пироги, нет? От него. Как хочешь. А деньги тратить, чё? Ну ладно, давай, один с капустой. Пожалуйста, тебе один бит. Окей, ну вот. У нас теперь нет одного битца, но есть пирог с... О, пинки. Пинки тут не было. Тут медленно и печально мы бежим. Давайте с пинки поговорим сразу, раз мы её заметили. Так, сейчас я всё-таки отвечу на вопросы из чата. Том и Крис, вот мои, мои очевидные вопросы. Со скольки лет ты любишь MLP? С малолетства, с первого поколения. Крису тот же вопрос. Нет, Крис в малолетстве их не знал. Он смотрит их с 2012 вместе со мной, с четвёртого поколения. Сколько вам обоим ед, если не секрет? Да нет, не секрет, у нас в профиле написано всё. Зайдите ВКонтакте, почитайте. Так. Мне интересно, что будет в следующей серии. Будет ли в игре новый квест, в другое начало, более проработанная графика? Дестиникс, отвечай на вопрос. Это, я так понимаю, во-первых, будет ли это сюжетная ветка в самой потом игре, или это отдельно сделано для демки? Это специально для демки сделано. То есть ничего этого, ну кроме декораций, потом... В демке тут есть пару спойлеров. Нет, декорации сейчас меняются, они переделываются, и карта будет гораздо больше, планируется она вообще километра 3 на 3, а то и больше. То есть это такая скукоженная локация, чисто показать... Это чисто центр города, центра Халуза. Там полная локация. До гор, короче. С пастбищем, до гор, с лесом. Прикольно. Чтобы как в третьем Ведьмаке, значит, да, там... Иго-го. Так. Шелест-платова. Да, Шелест-платова. Ну, соответственно, квесты будут другие, начало будет совершенно другое, или вот эта история с меткоискательницами будет какое-то свое отражение иметь там? Нет, это... Здесь этого... В полной версии этого не будет вообще ничего. То есть это вообще вот сугубо все, эта озвучка, это только для вот этой демки? Это сугубо для демки. Ну, сейчас здесь есть, будет пару спойлеров, которые так или иначе относятся к полной версии. Так, а вот по поводу графики. Вот вы оставите модельки вот эти из пони-креатора, да, или думаете над сменой? То, что вам там на табуне вроде варианты предлагали какие-то, связывались вы там с теми? Как это всегда, предлагать одно, делать другое. Ну, это понятно, да. Ну, вообще есть у нас человек довольно-таки известный в сообществе, моделлер. Он пообещал, разобравшись с дипломом и с учебой, с экзаменами, сделать нам модели поня хорошие. То есть в любом случае это будет не с пони-креатора. Ну, понятно. Ну, да. Так, ну и давайте поговорим с Пинки. Привет, я Пинки Пай. О, а ты тот пони, который привез замечательно вкусные-привкусные, расхитительные бабушкины парусы? Да, только их уже нет. Послушай, ты не могла мне помочь? Твой поезд всё равно только вечером. Чем помочь? Отлично! Помоги мне собрать воздушные шары, которые разлетелись по всей Эппеллузе. Некоторые я нашла, но двадцати штук не хватает. Три, два, раз. Да, ровно двадцати. Так вот, после чиза сандвича, я боюсь, жителей Эппеллуза будет сложно впечатлить. Так ты мне поможешь? Конечно, с радостью. О, да ты в отличном настроении. Вперёд за шарами. Ура. Так, я себе записала, что шаров двадцать, а то... А, вон, я даже один вижу. Давайте попробуем его сразу взять. Ить, ить. А чё он так низко прыгает теперь? Всё? Или теперь сразу бегу? После длительного переезда устала. Не, серьёзно. Это факт-то фича. То есть мне надо сначала прокачать ловкость, чтобы забегать за шарами? Я могу подсказать, тут дальность поднятия объектов не откалибрована, они довольно-таки на большом расстоянии подбираются. Так что сосед тоже... Я могу не залезать? Не, ну не такой, конечно. Сейчас я подойду. А так? А нет, так я её не вижу. О! Это не баг, это фича. Ну там ещё шарик, всё. Я нашла развлечение бегать, собирать шарики. Так, ладно, сейчас мы за книжками шли. Плевать на сюжет, вперёд за шариками. Ну, знаешь, как пинки за шариками. А, шарик, вперёд побежал. Так, ладно, мы шли за книжками, книжки, судя по всему, здесь. Тут даже написано Bookshop. Привет! Привет! Какую книгу желаешь? Все. Как вывести перьевого клеща? Как правильно чистить зубы, если вы не единорог? Анатомия оликорнов? Хм, ты доктор? Нет, но эти книги нужны доктору. Он пообещал помочь одной маленькой пегаске, если помогу найти ему книги. Помогать — это хорошо. А знаешь, я могу сделать тебе скидку. Даже подарю эти книги, если ты сыграешь со мной в викторину. Один правильный ответ — одна книга. Ну, что скажешь? Твой! Я восхищаюсь нашими принцессами. Потому что Тома была на РПК и на Панели с Рапочковой. Она знает ответы. Я изучаю их с самого детства. Так и честно. Посмотри, как хорошо ты знаешь наших принцесс. Так, значит. Ага, вы не того напали. Вы даже не представляете, сколько историй мне приходилось слушать каждый день. Начнем с легкого. Сколько звезд на кьюти-марке у принцессы Твайлой? А шесть, если считать белые лучики, как часть большой звезды, иначе их все же семь. В чате плюс отвечают. В чате плюс отвечают. Это мы долго будем, они же задержкой смотрят. Ладно, будем это самое... В общем, я помню самые длинные которые. Я восхищаюсь твоими знаниями. Держи книгу. У меня такая память довольно ассоциативная. Магия любви. Верно. Держи еще книгу. Ну, это легкий вопрос. Ну, для тебя-то, да. Чем занимается принцесса Луна по ночам? Да, вот это помню. Хорошо. Наказывает маленьких пони, которые не слушаются родителей. Гуляет по чужим снам, следит за порядком, спит. Я помню, что Албой выбирал гулять по чужим снам, но правильный ответ следит за порядком. Потому что, типа, одно в другое входит. Насколько я помню. Верно. Держи книгу. Слушай следующий вопрос. Какого цвета нет в гриве принцессы Селестии? А вот этого они не ответили. Желтого там нет. Верно. Я знаю. Потому что я ее, когда витражи рисовала, я там подробно разбирала гриву Селестии. И последний вопрос. Какое происхождение имеет имя Селестия? О, вот это я не помню. По-моему, последнее. Криспус подскажет. Он лучше всех знает. Замечательно. Да, yes. Если что, Крис подсказал. Буквально тыкнул пальцем в монитор. Спасибо. Ура, мы собрали все книжки. Так, чат. Что за розовая полоска наверху? Выносливость? Ловкость? Что мы там качаем, да? Это навык скорости лов. Ну, вообще, да, это ловкость. Ловкость. Она отвечает за высоту прыжка и скорость бега. То есть, чем больше прыгать, тем она будет прокачиваться, что ли? Да, больше бегаешь, больше прыгаешь, она постепенно прокачивает. Ещё так же она прокачивается от заданий, выполняемых у Пинки. Если сейчас собрать все 20 шариков, то... Понятно, прикольно. Полоска заметно вырастет. А Пинки, мальчик, где ресницы? Где ресницы у Пинки? Я, кстати, честно, даже не разглядывал ее. Мне было время не разглядеться. Ну да, мы ее только вчера вечером добавили, о чем вы говорите. Ну, я утрирую, конечно. Позу читаю. Утрируешь, ты правильно сказала, что ли? Так, а это типа как в легенде Эквестере можно быстро бегать. Ну да, тут есть ускорение, но пока не очень скоро. Так... Агмация забавная пока здесь. Ага. Так, будете ли вы делать... Так, по поводу игры Friendship Celebration. Она вышла вчера-сегодня в Google Play, то есть пока для андроидов. Но пока она недоступна ни для кого, кроме жителей Северной Америки. То есть если вы имеете аккаунт, привязанный к Америке, вы можете поставить себе и поиграть. У меня же ни аккаунта такого, ни, собственно, планшета на андроиде нету, и телефона у меня на андроиде нет, поэтому обзора в ближайшее время точно не будет, потому что мне банально не на чем его сделать. Если Friendship Celebration все-таки выйдет на iOS и будет доступен в России, я, конечно же, сниму. Кто не знает, это такое новое приложение по MLP, фичей которого должно стать некие зап-коды. Это такие штрих-коды, которые на понях будут, на игрушках, на самих, на ножках, там, вот, в виде сердечка код, его сканируешь как штрих-код, да, и в игре появляется поняшка, и можно с ней играть. Там вроде как серия мини-игр, какие-то вечеринки, что-то там, всякое такое баловство, но вот основная фишка коллекционировать вот эти зап-коды. Так, это мы собирали для Скуталу, да. Да, есть тут один доктор, и какое совпадение, он пегас, он согласился посмотреть твое крыло, если я кое-в чем ему помогу. Я очень на это надеюсь, иначе... Да-да, я понял, мне придется выполнять смертельные трюки. Беги, а то он передумает. А сами книжки мы ему относить не должны, да? Ну, вообще надо. Надо, сейчас тогда сходим, сейчас я добегу до этого шарика, медленный и печальный. Так, пойдем, книжки отнесем. Может, сначала надо было к нему, а потом к ней, ну ладно. Это такой хитрый ход, чтобы стрим был дольше. Там шар на доме, да, я видела, потом попробуем. Хотя, вряд ли я пока запрыгну. Я не знал, что игра русская, вот так вот. Как зовут главного героя? Пока никак. No name pony. Ну, мы же его будем сами обзывать. Ну да, это будет наш персонаж, как мы его настроим, так и будет называться. Я принес все, что вы просили. О, это потрясающе. Ага, даже ЖЗЛ. Ну, благодаря этой книге я сделаю самый лучший массаж крыла. Как это звучало. Так, все, книжки мы отдали, ей. Там у нас есть пять шариков, 29 битцев. А где у нас пирог с капустой? Или он... Съел. Съел? Какой он? Так, дальше. Нам нужен другой доктор, да, там, по-моему, где-то там был еще один чувак. То ли аптекарь, то ли как-то так. Ладно, давайте до этого дойдем. Или он нам пока ничего не скажет, вот этот товарищ. Пробуйте. Пробуйте. Ну, скажет, скажет, конечно. А, слушай, я только что видела, как розовая полоска чуть-чуть двинулась вперед. Так, ну, которая ловкость. Я немного занято. Да, пожалуйста. Короче, занято. О, шарик, шарик. А потом, это видео будет на ютубе? Да, запись, если все нормально запишется, конечно же, будет на ютубе. Будет ли в ближайшее время тест... Точнее, тут написано сходка в Legends of Equestria. Ну, на русском сервере я не играю, как вы знаете. Поэтому, если вдруг вы видели меня там, то это не я. Вот. По поводу теста на официальных серверах пока информации никакой не было. Поэтому пока не знаю. Как будет, будет информация в группе, я думаю. Ну, обычно они летом делают стримы, но... Ой, смотри, все же стримы. Как это называют? Открытое тестирование. Вот. Но пока никакой точной информации не было. Кстати, клевые вот эти эффекты. Дым, перекати поле. Так, вот этот чувак с той пьюти марки тоже имеет какое-то отношение к докторству. Привет. Доброго вечера. Ой, кушать. Заходите ко мне в лампу. Хорошая идея голосовое управление. Уникальное предложение. Два флакона йода по цене трех. Мне кажется, он сам свои таблетки ест. Так, йод не нужен, у вас есть что-нибудь от горла. Одной маленькой единорожке пропал голос, а епеть. Кажется, вы немного ошиблись в расчетах. Ладно, мы сейчас делаем квесты сначала. Только сегодня. Съешь фиори. Настойка на редчайших видах пустынных мыши. Вы точно врач? Да, но эти пони так увлечены здоровым образом жизни, что никто не болеет. У вас как раз есть уникальная возможность помочь настоящему больному. Так, какое лекарство вы можете посоветовать, чтобы вернуть крошке голос? Крошки Бель? Есть одна очень хорошая настойка. Но, как я уже сказала... Бак, текст не влазит. Полесиком покрутить. На тексте. А, точно. Нужно цветки одного лекарственного растения. Ларингитус лаутерниус. Для лучшего результата надо пять цветков. Обычно я брала их на пастбище у пастуха. Ну, если ты принесешь мне цветков, я сделаю тебе микстуру. Так, пять цветков записала. Знаю я ваши квесты. Не столько принесешь, и все. Так, давайте до этого вас сейчас зададем. Добежим. Медленно и печально. Так, сколько городов будет в следующей демо-версии? Ого. Ну, изначально... Нет, сколько всего вообще городов планируют? Локации? Да. Знаете, тут Hasbro... Ой, не Hasbro. МЛП все время подкидывает нам новые локации. Особенно в последнем сезоне. Поэтому... Поэтому кто его знает? Кто его знает? Ну, вообще изначально сейчас пилится Apple Luz'а. И... Пони Виль. Ну... А в проекте, в принципе, все основные города, которые... А вот вы в прошлой демке делали Sweet Apple Lakers, они будут в Пони Виль входить? Или это разные локации будут? Или яблочных аккеров вообще потом не будет? Вообще будет. Будет. Ну, в Пони Вилье или это разные будут локации? В одной локации. В одной, да? Просто она будет очень большая такая даже. Большая, да. Будет перемещение между городами. А-а. Если это Пони Виль, то там все в одной куче будет. Вау, этого Пони прямо эти самые видны. Как это? На 3D-модельке. Грани, как это все называется? Забыл. Ладно. В общем, говорим... Просто просмотрели, да. Привет. Ты не видел тут моего помощника? Мне надо срочно испечь несколько пирогов, а он куда-то пропал. Нет. Очень жаль. Печаль. Все? Привет. Капел Блум сходи. А, ну да. Типа, чтоб она была помощником, да? Сейчас сходим. Так, мы сначала пойдем за цветами. Потом капел Блум. Шарик. Долго эти шарики... Вот где-то наверху я там видела, что-то где-то там мелькало. Не забываем еще сундуки и всякие бочки. А, да, точно. Надо потом. Мимо бочки, когда буду идти, надо посмотреть. Вон тот наверху, не знаю, как... А, там... Сейчас. Так, нам-ка пустуху. К тому товарищу на окраине. Вот тут я как-то в прошлые демки забиралась. Эть, 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 нет. Еще маленький. Еще недорос. А, я так собрал. Так, а тут, кстати... А, во, слушай. Все забрать. Все забрать. Это пока тоже не успели сделать, чтобы по двойному клику перемещалось пачкой. Тут одна типа бочка на всех, да? Нет. Ух ты! Два шарика и подкова. Счастливая подкова, прикольно. Так, все, я все бочки обыскала, да? Сейчас я проверю на всякий случай, а то я знаю мою внимательность. Так, а ящики? Не, ящики просто ящики. Так, идем дальше. Ящики просто, да. У нас уже много шариков есть. Так. Тык-тык-тык. Шифт. Шифт, точно. Я что-то забыла. Так, сейчас я произведу некоторое... Шевелись, платва. Манипуляции с чатом. Кстати, а мусочка откуда это у вас? Которая вот играет? Сами пишем. Сами писали? А кто вам пишет? Ну, музыканты наши. Из группы есть какой-то? Ну, вот эту фоновую писал просто человек, который увлекается сочинением музыки. Кстати, ему там 15-16 лет, то есть совсем. Да? Ну, хорошо так. Тык-тык-тык. Так. Будем ли мы превращать нашего поняву ликорна по сюжету? Будем мы поняву ликорна по сюжету превращать, нет? Мы обдумываем этот вариант. Не надо. Не превращайте. Нет, по сюжету он нет-нет, не будет. Мы просто как... А, в смысле, чтобы можно было играть в фон за ликорную? Ну, да. А, ну, в качестве пасхалки можно, кстати, такой прикол какой-нибудь ставить. После прохождения игры там что-нибудь появится возможность за ликорную. Вот, появился новый вариант ответа. Аптекарь сказал, что где-то тут можно раздобыть лекарственных цветов. Раньше можно было. К сожалению, мои коровы сломали забор и убежали, перетоптав все грязки. И что теперь делать? Мне нужен... Очень нужен один цветок. Моя жена понесла на продажу цветы. Возможно, у нее есть запаси то, что тебе нужно. Ей... А, это вот этот забор, да, который поломали? Вот отсюда коровы сбежали, судя по всему. Какой-то маленький забор. Или такие маленькие коровы были. А вот эти деревья серые так и должно быть? Или это то, что называется This Grey Wall? Или это спойлер? Ну, это спойлер. Спойлер, да? Ну, просто я в прошлый раз тоже его не помню. В первой демке тоже была серая территория. Да. Смешиваю, в эту демку сейчас добавили, да. Да, но я в прошлой не была. В РПК-шне. Ну, да. А, ну, то есть, кстати, вот This Grey Wall, оно вообще переводится этот серый мир или нет? Или как? Официально русский перевод есть у него? Официально русский этот серый мир. Этот серый мир, да. А то я просто сомневалась, серый он, не серый, или ещё какой-нибудь. Угрюмый, может быть, я не знаю. В русском языке термин серости серо более обширен. Ну, да. Так, вот это жена пастуха, да, которая... О, с Inspiration. Так. Привет! Доброго дня! Что вас интересует? Меня пришла Ака. Inspiration жена пастуха. Да, Крис тут недоволен. Ну, он шуткой, конечно. Вообще-то пастуха зовут. Его не Крис там вроде зовут. Как-то там по-другому было. Не внимательно посмотрела, значит. Да? Ладно, сейчас я расхожу к нему, посмотрю, как его зовут. Так, меня пришла к вам ваш муж. Он сказал, что у вас могут быть запасы лекарственных растений, которые мне очень нужны. Как называется это растение? Вот это вот. Ларингитус лаутерниус. Сколько нужно? Каждый стоит 5 битцев. Это довольно редкий цветок. Мне надо 5, судя по тому, что у меня записано. Но это слишком дорого. Может быть, вы мне чем-то поможете? Я могу вам чем-то помочь, а вы мне дадите цветочек. Да, давайте вам чем-нибудь поможем. Ой, тут еще и на пирог можно поменять, да? Держите, у меня еще этих пирогов. Мне надо еще. Давайте помогу. Окей, так. А вы лилии поменяли? Я помню, там были ни разу не лилии. Да, ни разу не лилии мы не успели поменять. То есть все считаем, да? Сейчас добежим. Считаем, все, да. Можно было в тексте заменять среднюю цену на цветы. Так, что у нас? Хорошая мысля приходит уже после. Семь. Так, семь. Семь. Четыре. Восемнадцать на три, шесть. И ей я умею считать. Так, у кого не было пинки, это пинки добавили только вот в эту демку, которую мне, как это сказать, по блату прислали. Буквально на днях. Вы будете эту демку, вот второй вариант, куда-нибудь выкладывать? Если попросят, выложим. Ну, я думаю, в группу хотя бы в ВКонтакте можно положить, раз с людьми интересно. Так, я узнал среднюю цену лилий. Да, и у меня уже вон как прокачана ловкость. Шесть биц. Отлично. Спасибо за помощь. Спасибо. Так. Доброго дня. Что вас интересует? Сколько нужно? Нам еще три надо. Еще три, да. Всего пять надо. Ну, что за деньги, что? Ну, типа вариант есть. Раз, два, три. Ограбили. Так, ну что, давайте мы уже сделаем пятиминутный буквально перерыв. Водички хочется попить. Вот. И через пять минут тогда продолжим дальше. Отнесем цветы аптекарю, чтобы он сделал лекарственные средства и все такое. В общем, буквально пятиминутный перерыв. Сейчас вернемся. Продолжение следует.